Откроем двери детям. Благотворительный фонд «Счастливый ребенок» совместно с организацией «Надежда и жилье для детей в Украине» хотят донести до власти и общества негативные последствия влияния интернатной системы. О возможных путях решения сложившейся ситуации расскажет наш корреспондент. По данным благотворительного фонда «Счастливый ребенок» в Запорожской области около 1200 сирот. Все они постоянно или значительную часть времени живут в государственных учреждениях, а это приводит к неправильному развитию и лишению обычных детских радостей. Ребенку не хватает любви и родительского внимания. Да и к тому же в интернатах на одного ребенка в месяц выделяется 6000 гривен. Из них на него тратится только 600. Остальное уходит на содержание учреждения, а также зарплаты персонала. Фонде считает, главное правильно подать информацию бизнесменам и общественным организациям о благотворительности в новом предлагаемом ключе. Мероприятие, которое ориентировано на представителей запорожского бизнеса, компаний, предприятий города Запорожья, с целью рассказать им о том, какие существуют формы и виды эффективной благотворительности. Как добиться того, чтобы не только сделать пожертвования ради пиара или ради того, чтобы ощутить себя лучше, а еще действительно достичь результатов, спасти чью-то жизнь, помочь сохранить здоровье, создать дома для детей-сирот. Проект «Счастливый дом» в Калиновке. И там на самом деле детки вырываются из интернатной среды и, скажем так, уже в семейной обстановке развиваются и растут, конечно, совсем по-другому. Нужно убирать, во-первых, процедуру бюрократическую, как можно проще, как можно быстрее должен быть процесс соединения семей. Ну и второе, конечно, помогать им. И если на сегодняшний момент у государства, вы знаете, достаточно много других проблем, то вот здесь меценаты, бизнесмены и как раз есть возможность заняться благотворительностью. Альтернатива интернатам есть детские дома семейного типа. Уверены, необходимо развивать систему семейных домов-интернатов и создавать в них условия, соответствующие названию «Счастливый дом». Например, в Киевской и Днепропетровской областях уже появляются такие дома. Надеются, что к 2035 году Запорожье полностью откажется от существующей системы и выйдет на новый уровень.